В Желтом море есть прекрасный остров Конхвадо, когда-то отделенный от берега узкой полосой воды, а ныне соединенный с материком-паромом и современной автомобильной магистралью. Остров известен с глубокой древности, ведь согласно одному из мифов, легендарный Тангун, основатель первого корейского государства Кочосон, именно там установил алтарь для поклонения предкам. Несмотря на то, что он сыграл немалую роль в истории корейского государства, не раз становясь убежищем королевского двора во время различных смут и войн, знаменит он одним из трех самых больших скоплений дольменов в Корее. Здесь их называют каиндоль, что означает «могильный камень на подставках». Дольмены представляют собой древние погребальные камеры, сложенные из вертикально установленных каменных глыб, перекрытых сверху массивной плитой, как крышей. Известно множество дольменов, разбросанных по всему миру, причем для каждой местности характерен свой тип. Интересно, что из 55 тысяч найденных дольменов больше половины находятся в Корее. По внешнему виду их можно разделить на четыре типа. В виде стола или пьедестала закрытые дольмены без опорных камней и, наконец, овальные дольмены на опорных камнях. Считается, что первоначально дольмены создавались для погребения великих вождей-шаманов, но потом стали использоваться и для сохранения менее значительных лиц. Самые характерные приметы дольменов острова Конхвадо могут служить высокие подставки для опорных камней, причем могильник при этом находится над поверхностью земли. Еще одним отличием местных дольменов является то, что они расположены на склонах, а иногда и на вершинах гор. Как и в случае со многими другими древними сооружениями, определить дату возведения дольменов довольно сложно из-за отсутствия строгого научного метода. Ученые вынуждены пользоваться косвенными данными, в частности, датированными с помощью радиоуглеродного анализа. Кроме того, многие дольмены использовались для захоронений на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Так, например, в местечке Ассанни были найдены предметы сразу трех эпох – палеолита, неолита и бронзового века. К сожалению, за прошедшие века большая часть дольменов была разграблена, поэтому основной добычей археологов остаются каменные мечи и наконечники стрел, осколки керамики, возможно, специально разбитый во время погребального ритуала, да редкое бронзовое оружие. Поэтому любая находка неповрежденного могильника становится настоящей археологической сенсацией. Удивляет мастерство неведомых древних строителей, которым приходилось преодолевать множество проблем, главными из которых были, пожалуй, изготовление и перемещение верхних плит, так называемых крышек дольменов. Они врубались из скал в специальных каменоломнях и, возможно, обрабатывались прямо на месте, хотя это и не доказано. Сама по себе задача не кажется слишком сложной, если забыть о размерах, которых достигали эти плиты. Большую часть дольменов закрывают плиты массой около 10 тонн, достигая в отдельных случаях массы в 30-40 тонн и в исключительных свыше 100 тонн. Невозможно представить себе, каким образом в отсутствии современных технологий могли быть доставлены и установлены на значительную высоту огромные плиты. Рядом с гигантским дольменом устроен интереснейший парк, где размещены уменьшенные копии древних мегалитов со всего мира.